Привет, друг! Тобой твой друг. Дядя Розе твой друг. Сегодня мы поговорим про мага и про пвп. Я буду отталкиваться только от тех скиллов, которые имею. То же самое вот этот щит мудреца его получил. Теперь я могу сказать полностью, что и как он работает. Очень крутой скилл. Дает пассивочку, постоянную пассивочку на сопротивление урону 10%. Очень круто. И также при активации он блокирует пару умений. Но не полностью, а часть урона. То бишь, если вы там 400 дефа, чувак против вас с 350 точностью. И он по вам мажет, это очень круто. Плюс щит мудреца мы активируем. Кач его активировать бесполезно. Если мобы, конечно, скиллами какими-то не бьют сильными. Мобы будут попадать в тайминг активации данного умения. Тогда, да, тогда можно его использовать как-то. Вообще, для новеньких давайте. В игре нет системы классов. Если мы откроем классы, мы увидим карты. Есть система карт. Это гача донатная. Ну и также можно ежедневок. Там, да, пропускал, там, на почту присылают. Ну а так это донатная гача. Моментально я стал арбой. Вот вешаю крест. Скиллы арбы, которые у меня изучены, да, там. Но так как у меня мало скиллов на арбу, то фарм не какущий. Так как самая основная загвоздка это ваш бюджет. Ваш бюджет. Сколько вы можете вложить денег. Потому что игровым путем не добьетесь в этой игре успехов без вложений. Без доната никак. Полностью почувствуя игру, вам нужен мифический класс. Также появился героический класс на все скиллы пробуды. И легендарный класс тоже пробуды на все классы. Аналогично. Кроме фиол. Это гравитация. Не снижается скорость передвижения при активации. И хаос. Увеличен урон. То тут только пробуды. Найдем мага пробуды на все скиллы. Кроме фиолетовых. Тоже очень крутая карта. Но мифическая она не сравнится. Если мы возьмем основной класс и саб-класс. Но есть двойные карты. Типа два класса. Вот эта карта очень крутая пвпшная. Если у вас есть денюжка. Вы можете купить злой рок. Купить боль кармы. Ну соответственно. Короче все скиллы на арба и все скиллы на мага. И к примеру. Брать в руки орб. Провешивать дум. Боль кармы. Переключаться на мага. И вкидывать весь урон. Просто неимоверно. Особенно против арбов. Он может себя хилить. Но он будет наносить себе урон. Ну и боль кармы. Когда есть пробуда на боль кармы. Там получается 25% от хп. И когда есть пробуда 50% от хп сжирает боль кармы. Это будет теория. Практики не будет. Я просто расскажу как там действовать. Какие мясные классы против мага. Это думаю все мясные классы против мага. Потому что у ножа. Да. Есть прыжок. Да. Филл скилл. Позволяет незаметно подкрасться к врагу. Прыжок за спину. Также у Дестра подкат. Ну и у Глада тоже будет прыжок. Но когда это там будет. Может скоро. Не знаю. Пока нет у них прыжков. Но это тоже им не поможет. Я думаю. Сейчас самый мясной класс для мага. Это орб. Наверное. Иглад. Рапира не знаю. Очень мало. Вижу. Только нубов каких-то на рапирах. Что-то никто не хочет играть. Арбалеты перебущенные. Там. Луки. Луки это самый опасный. Самый опасный класс для мага. Потому что если удержание. Да. Там аномалки. Там сало. Это писец. У лука дальность выше. Чем у мага. То бишь вы скиллами до лука не будете доставать. Если он на вас там метку повешает. Там корни. И до сала повешает. Он вас просто уничтожит. Равного буста лук вас уничтожит. Просто в ноль. Самые мясные классы которые попадаются. Это орб и гладиаторы. Если нет буста у этих классов. Да. Или они равного буста вам. Ну. Они вам не соперники. Если у вас скачано. Хаос. Да. Который стопорит. И не дает телепортироваться. На некоторое время. Также тьма. Апнутая замешательством. Еще плюс стигмой. Отмена апнутая стигмой. То вообще. То бишь. Ваши действия. Вы держите на расстоянии. И уничтожаете. Даже если у вашего соперника. Около 40. КХП. Вам хватает. С головой. Времени. Перезарядки. Между. Копьё хаоса. Ждем там. 3-4 секунды. Кидаем тьму. Копьё хаоса. Откдешивается. Кидаем копьё хаоса. И чувак стоит просто на месте. И смотрит как вы его уничтожаете. Да. У Глада появилось снятие. То что мы делаем. Мы там. Да. Если у вас карта Инорин. Есть сап на ножа. Мы уходим в хайд. Берем расстояние. Порядок. Действия. Нанесение урона. Кидаем бурю. Затем копьё хаоса. Отмена. Тьма. И дальше скиллы там по желанию. Потом перезарядка. Да. Восстановление заклинаний. Опять так же. Буря. Копьё хаоса. Тьма. Отмена. Дальше скиллы пошли. Ничего сложного. Пвп с Гладом. Сбить его скилл. Просто у тьмы больше кд. Дольше кд. Чем у копья хаоса. И то бишь. Чтобы сбить ему скилл. Вот это он проходит. Снимает свой мой дебаф. Который тормозит его. И проходит. Но так же надо понимать. На аномалку от жерелки. Пвп вещи тоже надо собирать. Вот вместо терсии. Я бы взял там хильдегрим. Потому что даёт сопротивление умениям. И защиты больше. И вот. Мы на аномалку взяли. Мы кидаем ему тьму. Получается. Ну и дальше там. Накидываем. Накидываем. И дальше накидываем. К примеру. Кидаем тьму. Он стоит в тьме. Снимает тьму. Потом хоп. Хаос. Хаос тоже его стопорит. И пока он стопорится. Тьма уже откидешивается. Мы опять тьму кидаем. Хоп. Он снимает себя тьму. Мы кидаем хаос. Ладно. Что не проходит на моба. Короче. Вот таким образом. Мы не кидаем сразу тьму. Потому что там. Там героического ранга. Нужно всегда с тьмы начинать. Если с гладом воюете. У него есть феник. Всегда начинайте с тьмы. И ждите пока он ее снимет. Потом копьем хаосом. Стопорите его. Падает копье хаоса. Мы продолжаем его стопорить тьмой. И таким образом. Мы стопорим. То же самое. Смотрите. Ну порядок действий. Вы поняли. Я надеюсь. То же самое с арбами. Арбы то вообще сладенькие. Хоть они жирненькие. С крестами. Особенно арбы. Без пробужденных крестов. Обращайте внимание. Последнее средство. У арбов срабатывает. После 40% потерянного хп. Там снимает дебаф. И восстанавливает хп. И вы понимаете. Как быстро вы сносите хп арбу. И то бишь. Можно арба держать на контроле. Убегать от него. Да. Там. Держать на контроле арба. Постоянно убегать от него. Держать на контроле. Потом там. Бам. 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 Мы его бахаем. Там. Сало ему кидаем. Там бахаем. Кидаем сало. И восстановление заклинаний не пользуется. Только видим. Что у него сработало последнее средство. У арба нет крыльев. Мы там. Бам. 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 Его бахаем. Да. И кайтим. Если арб сильный. Он будет. Ну он. Живучий. Он все еще подхилюет. Падла. А мы его кайтим. Видим. Последнее средство сработало. Еще немножко побили. Потом восстановление заклинаний. Бам. И добиваем его. Нахер. Просто уничтожаем. Эту скотину. То же самое. Ну там. Так же с ножами. Ну с ножами очень сложно. Ему подойти к себе. Вы умрете. Если у вас нет гравитации. Очень полезно знать. Что снежный шторм. Вы гангаете ножа. Или чувака. Который приобрел себе. Незаметность. Ушел в хайд. Достать с этого хайда. Вам нужно. Вот вы били. Тут чувака. Пойдет хайд. И вы должны ударить по мобу. Снежным штормом. И он выходит с хайда. То что снежный шторм сбивает хайд. Именно снежный шторм. Так же посмотрим на щит мудреца. Тоже неплохой скил. Дает пассивочку. И ты знаешь. КД. Ты видишь что в тебя летит буря и хаос. И ты знаешь что там через 5 секунд опять прилетит буря и хаос. Ты можешь просто прожать щит мудреца. И он сожрет бурю и хаос. Но это уже на скилле. Это надо учиться так делать. Потому что буря и хаос это очень два сильных скилла. За артефакты ничего не скажу. Вот именно артефакт можно приобрести за 45. Знаков. То там я не знаю как. Вот вихрь. Мы можем апнуть вихрь или снежный шторм. Что лучше я пока не знаю. Вижу кого там. То что берет. Очень интересно. Надо будет у Смирички спросить. Вы знаете что там человек слабый. Шеса умирает. Хаос ему не дает телепортироваться. Копье хаоса. Вот проходит копье хаоса. Он стоит в хаосе. Он не может телепортироваться. То бишь мы прожимаем до последовательности буря, хаос, тьма, замешательство. То что тьма не дает хилиться. И тоже накидывает дебафы. Буря. Буря это скилл аппер. Скилл аппер. Который идет. С трех скиллов он состоит. Раньше они кдшились по одному. А сейчас сделали в один. Если вы изучили бурю один. Вы кдшите бурю один. Если изучили бурю два. То вы одновременно один в два. И он становится слитный. И дебафы тоже апаются. Просто почитайте какие крутые дебафы. Сопротивление умениям. Сопротивление удержанию. Сопротивление аномальному состоянию. Сопротивление тем что вы бьете. Ветер, огонь, вода. Вот смотрите. Также стигма. Отмена проходит. Она снимает дебафы. Но плохо проходит. Нужно стигму. Потому что стигма это просто невероятный дебаф. Ко всем стихиям. Сопротивление урону от умений. Сопротивление удержанию. И стигма очень долго висит. Там около 4-3 секунд. И кстати. Почему говорят что очень важен уровень. Очень важен в пвп. По какой причине. Если мы посмотрим. Фактор сопротивления. Уровень. Для прохождения скилла. Нужен уровень. Фактор сопротивления. Удержание. Плюс уровень. То бишь. Если вы будете выше уровнем. А у чувака будет закрыто удержание. Да. Там коллекции хорошо. За счет своего уровня. Вы хорошо накладываете хаос. То бишь уровень очень важен в пвп. Если. Имея буст. Вы можете пойти там хоть на то и 6. Там. Имея 450 точности. На то и 6. Пойти блин. На 30 уровне. Уровень очень сильно роляет. На прохождение всяких дебафов. Защита и точность. То бишь. Если. У вас. Ниже точность. А у чувака там. На 50 единиц. Выше защита. То. Вы ему проиграете. В 95 процентах. Вы просто по нему будете не попадать. А чтобы проходили скиллы. Вам нужно попадать по персонажу. Как понять. Что лучше с человеком не пвп шицевым. На него кидаете тьму. Если тьма проходит. Там. Каждый второй раз. То. Оппонент вам подходит. Не проходит тьма. Запейте. Просто. Сотрите. Изучайте скиллы. От чего они проходят. Закрывайте коллекции. Соответствующие. Также. На прохождение. И. Также. Сопротивление. Удержанию. Аномальным состоянием. Сопротивление. Умением. Да. Чтобы. По вам. Меньше. Наносили урон. Очень много скиллов. Зависит от аномального состояния. Вот. Буря. Это самый крутой скилл. Если он проходит. Считайте. Вы выиграли. Буря. И. Стигма. Проходит. Все. Ваш каждый скилл залетает в оппонента. Если вы равного буста. То. Ваш оппонент проиграл. Также. Сейчас. Вы увидите. Как. Нужно. Наказывать. Бота. У меня. Очень плохо. На него проходил хаос. И. Дышка. Два раза. Вкидываем скиллы. Что такое шес? Получается. Прокаст. Всех скиллов. Два раза шеса. Да. Вошло в оппонента. Пока. Не закончилось. Действие хаоса. То. Что. Бот. Моментально. Когда заканчивается действие хаоса. Улетит. Он. При любой тычке. Улетает. Потому что. У меня с пятого раза. Так получилось. То. У меня хаос не проходил. То. Я не мог. Заморозить. Своего оппонента. Прокидываем. Два шеса. Мы. Замораживаем оппонента. И ждем. КД. Своих скиллов. То же самое. Когда. Ставит вас. Какой-то. Стан. Красного. Уровня. И ниже. Вы. Два раза. Нажимаете. На. Льдышку. И потом. Два раза. Отжимаете. Уходите в хаид. Я все забинтил. На. Клавиши. Чтоб не было удобно. Переключаться. К примеру. Мне вот. Надо две. Две строки. Очень удобно. Просто прожимать. Переключая. Да. Очень прикольно. Мне очень нравится. Когда привыкаешь. Иногда теряешься. Конечно. Вправо. Влево. Что тебе нужно. У вас. Пришел. Какой-то. Чувак. Да. Дестер. Поставил. У вас. Стан красный. Вы прожимаете. Два раза. Быстенько. Потом. Два раза. Отжимаете. И. Уходите в хаид. Ну. Конечно. Могут сбить. Иногда сбивают. Особенно. Глады. Своим фиром. Вонючим. Хаид. Очень часто. Порядок действий таких. Если у вас стан ставят. Мы замораживаем бота. Чтоб он не мог телепортироваться. Потому что. Когда мы. Замораживаемся. То. Мы не можем. Прожать. ТП. Да. Нам надо. Два раза нажать. И тогда. Хоп. Мы. Хаид. Или телепортируемся. Пришел к вам. Мах. Еще зеленый. Не знает что. Можно сбивать. При помощи снежного строма. Незаметность. На вас висит сало. Вы. Уходите в льдышку. Да. Снимаете льдышку. Но если не висит сало. Берете нож. Уходите в хаид. Ждете. Проходит хаос. И. Телепортируетесь. Если у него нет. Гравитации. Да. Гравитация. Это отдельный разговор. Мне она очень нужна. И будет она у меня не скоро. Потому что алхимия умерла. А. Желания. По 5 часов. Каждый день. Тратить на нее. У меня нет. Не было бы. Найт кров. Я бы занялся. Алхимией. Уделил бы ей время. Так как бы. Контента. Линейдж 2 мобайл. Для работяг нет. Все для донатеров. И. Паки. 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 Покупайте. Паки. Играйте. Плюс топ сайды. Душ от обычных работяг. Отбирая. Ну. Болоки. Ну. Надеюсь. Я вам. В эту донатную помойку. Немножко объяснил. Механики. Как оно работает. Задавай вопросы. Пиши комментарии. С тобой твой дядя. Розет твой. Друг. Лайк. Подписка. Обязательно. Розет твой дядя. Розет твой дядя. Продолжение следует...